Сейчас разобраться с тем, что такое дольник. Что-то мы уже узнали. Мы увидели с вами блока, первое стихотворение. Как же надо определить размер этого стихотворения? Жму я в тёмных храмах, совершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы, мерцание красных ломбат. Что перед нами за размер? Неравнительный дольник. Трехтный дольник, совершенно верно. Трехтный, только ради бога, не трехстопный. Потому что дольник стопами верить, без злой сленой. Пожалуйста, трехударный, треххытный, как вам больше понравилось. У нас есть ещё один. И тоже Александр Бог. В пустой траве пропадёшь с голубой. В тихий дом войдёшь, не стучась. Обнимет рукой, обоймёт косой. Истапная скажет. Здравствуй, князь. Вот здесь у меня куст белых роз. Вот здесь вчера повеликовелась. Где был, пропадал, что за лесть принёс. Кто любит, не любит, кто гонит у нас. Как бы вроде забудешь, что дни идут. Как бывало, простишь, кто горд и зол. И смотришь, что тучи вдали встают. И слушаешь песни далёких сёл. Заплачет сердце по чужой стороне. Затросятся в бой. Зовёт и манит. Только скажут прощай. Вернись ко мне. И опять за дровой колокольчик звенит. Давайте начнём с простого. С размером. Так, 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 так. Слушай. Это четырёх икны и долик. Это четырёх икны и долик. Откуда мы это знаем? Ударение четырёх. Ударение четырёх. Между ударениями что? По один или два слов. Либо один, либо два. Не всегда. Вот здесь у меня куст белых роз. Только нет ударений на двумя ударами. Отлично. Давай разберём это. Вот здесь у меня куст белых роз. Что делать с этим? Может быть, это акцент на стих всё-таки? Это не акцент на стих. Из-за одной строчки? Нет, конечно. Может, исключение? Вот здесь у меня куст белых роз. Это тот самый пропуск. Правда? Да. Правда? Вот он. Вот здесь вчера повеликовилась. Заплачет сердце по чужой стороне. Согласен? Что с этим делается? Ударение я вычеркнули. Заплачет сердце по чужой стороне. Забросятся в бой, зовёт и манит. То есть, дольник, но с какими-то странностями. И это понятно. Дольник хочет превратиться либо в тактових, либо в акцент на стих поскорее. Он только что перестал быть явным, хорелем, дачем, да ещё силам ботаническим. И вот эта стихия тоники хочет вырваться наружу. В тонике главное, как помним, удаление яд. Не случайно мы так задумались с вами, когда мы пытались определить размер стихотворения Бродского. Очень расшатанная такая тоника, как помните, да? Мы, конечно, можем подойти к этому с микроскопом. Микроскоп скажет нам, да, это дольник, это акцент на стих, это тактовик. Правда? Но для нас сейчас самое главное понять, где тоника, а где нет. Мы увидели, что это тоника. И это, наверное, не случайно. Давайте с содержанием разбираться немножко. О чём вообще стихи? Вот второе стихотворение Брода. О чём? Это посложнее разбираться. Давайте разбираться. Есть ли здесь я? Да, 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 есть. Так, где? Второе стихотворение, достаточно у меня. Но здесь у меня. У меня. Это вот я, который лирический герой? Да, нет, нет, нет. Давайте, где я, который лирический герой? В густой траве пропадёшь с головой. Пропадёшь, второе лицо. Он пропадёт, и он называет сразу князь, славный герой. То есть перед нами рассказ и свидание. Давайте разбираться. Он пришёл. Откуда? Ну, из города, например. Возможно. Наверное. По тексту можно как-то понять? Да, наверное, из города. Потому что тут тихие два поддержки, он звучит, витрянь какой-нибудь с головой, в городе этого всего нет. Так, возможно, из города. А возможно, ещё откуда? Он ведь куда-то ещё уйдёт. Куда? А возможно, он уже послужил. Посмотрите. Как? В поле. В поле. А поточнее. В чужую страну. В чужую страну. Зачем? А потому что он везде плачет в чужой стране, и за кого-то и бросится в бой. В бой. Если бросится в бой, значит, уйдёт он, скорее всего, в бой. И пришёл он, скорее всего, то ли с войны, он не знает, да? В то ли попрощаться. Но во всяком случае, из какой-то чужой страны и уйдёт в чужую страну. Вот он пришёл сейчас в эту, видимо, родную страну. Кстати, а почему она родная? Там жила. Жена. А может, это жена? А может, он тут родился, жил в детстве? Так. Возможно, там жена. Я не знаю. Там нет слова «жена» в тексте. А в тихий дом? В тихий дом. В тихий дом. Обнимет рукой, облетёт косой. Так. Обнимет рукой, а плетёт косой. И стартная. Возможно, что это жена. Или сестра. Или сестра. Или мама. Или мать. Совершенно верно. Тогда получается... Это некий женский образ, который его ждёт всегда. Это важно всегда. Да. Перед нами стихи символиста Блока. 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 Символ. Уходят в войну. На чужую сторону. Куда-то. Далеко. Возвращаются. И знают, что его здесь ждут. Причём, заметьте, этот край, где его ждут, очень в общем, не побоюсь этого слова, скучный, он какой-то весь запутанный. В том числе, повеликой. Что такое повелик? Вьющиеся растения. Вьющиеся растения, вьюрок, повелико. Вообще-то, более поразит. Да? Обвивающая всё. Так. Ещё. Что у неё есть там? Вкус белых роз. Вкус белых роз. Это, конечно, тоже символ. Правда? Такая деревня. Вкус белых роз. Итак. На родине его ждут белые розы, повелико, обвившиеся, может быть, вокруг них. И вот тут, как повало забудешь, что дни идут. Это ещё какое-то совершенно фантастическое пространство. Где забываешь, что дни, где забываешь о времени, где на самом деле хочется остаться, где хорошо, как бы простишь, кто горд и зол. есть какое-то другое пространство, где тучи вдали встают, где чужая страна, по ней, как ни странно, плачет сердце. Где идёт бой, запросится в бой, зовёт и манирует. Но тем не менее, в это пространство, в первое, с кустом белых роз, с повелик, возвращаешься. Ещё какие параметры характеризуют вот это пространство? Первое. Посмотрите в тексте, всё можно вычитать. Первое же показание. В какой траве? В густовой траве. Пустая трава. Тихий. Да? Тихий. Долг. Такое ощущение, что трава выше дома. Да? Сразу. Да. Такое ощущение, что сама возлюбленная живущая там тоже, как трава, обнимает этот дом, но при этом не разрушает его, а хранит. К ней хочется вернуться, но сердце рвётся в бой. И вот это первое пространство, вот такое женское-женское, обнимет этот бой, оплетёт косой. Второе пространство, неизвестное какое-то, да, тяжёлое. Тучи вдали встают, сердце запросится в бой, оно какое-то жёсткое. И тем не менее, почему-то в первое хочется возвращаться. Только скажут, прощай, вернись ко мне. И опять за травой колокольчик звенит. Это о чём? Почему за травой колокольчик звенит? Он что, к корове пришёл, что ли? Это что за колокольчиком? Может быть, по лошадях, может быть, но приятно. Может быть, до коровки. Может быть, до коровки, согласен? Может быть, до коровки. Корой пришёл, ещё говорит. Может быть, до берез. Может быть, до берез. Да? Может быть, колокольчик, как знак возвращения такого, да? Символ, заметите, символ возвращения. Может, как символ деревня, до коровки колокольчик. Он, например, пришел в деревню или все? Согласен, что это деревня, да? Правда, он князь, правда? Ну, может. Да? Князья в деревнях не рождаются, да? Нет, а может быть... Он пришел к себе, да? А может быть, его так просто снесли, например, это его не раз говорили бы так. Возможно. Смотрите, у нас очень много толкований сейчас возникло. Мы столкнулись со словом «символ». Это очень важно. Символ. Вы еще, конечно, с ним встретитесь. С этим словом.